Всем привет! Меня зовут Лина Христофорова и вы на моем youtube канале. Сегодня я вам покажу луки из своего собственного гардероба. Идея записать сегодняшний влог родилась вообще за 3 секунды. Я приехала после тренировки и готовила луки для записи влога про осенние луки. Мои покупки из Италии вы уже видели и многие из вас написали о том, что хотелось бы увидеть луки на мне. Вот собственно сегодня я занималась этой подготовкой и я подумала, что вообще еще сегодня на улице лето и почему бы вам не показать еще часть каких-то своих летних луков. Тем более у меня открылся канал вдохновения и я их составила наверное даже больше чем нужно. Поэтому сейчас вот собственно мы его и едем записывать. Это самое спонтанное видео, самый спонтанный влог, потому что еще наверное пару часов назад я вообще не была готова к записи этого влога. И меня это невозможно радует, то что полтора месяца назад у меня еще в принципе не было вообще своего даже канала. А сегодня я вот так вот в считанные секунды могу принять решение о записи влога. Беру и делаю это сразу. Но на самом деле я всегда такая. Моя команда уже знает и все люди, которые меня знают, кто со мной работает, уже знают, что от моего я придумала к действию вообще не проходит практически никакого времени. Поэтому сразу же сейчас после этого обеда мы отправляемся на съемку моих летних луков. Если честно, я вообще не пью кофе, я предпочитаю мачо, но этот летний коктейль просто бомба. Здесь миндальное молоко, потому что я не пью коровье молоко, апельсиновый фреш, эспрессо и обычно они добавляют сироп амаретто, но так как в нем есть сахар, я всегда прошу сделать без него. Но прежде чем мы начнем, вам необходимо сделать одну очень важную вещь. Подписаться на мой канал. Это сделать очень просто, прямо здесь под видео. Если вы, конечно же, являетесь зарегистрированным пользователем YouTube, прямо здесь под видео есть красная кнопочка подписаться. Вот на нее кликаете и вы уже в курсе всех моих влогов. Также было бы классно, если бы вы отметили колокольчик, тогда бы вам приходили все сообщения о том, что мои влоги опубликованы. Очень будет классно, если вы мне напишите комментарий. Еще будет лучше, если вы поставите лайк по поводу комментариев. Я все их читаю, на все отвечаю и они мне очень важны и ценные, потому что таким образом я держу с вами связь, вам полезно, нравится, не нравится, что добавить, на чем делать акцент и так далее. В общем, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки и комментарии пишите. И второе очень важное, что нужно сделать, это подписаться на мой Instagram аккаунт, потому что на нем я публикую очень много фотографий, луков, описываю, почему я так скомбинировала, всевозможных советов по стайлингу, очень много вдохновляющего контента. В общем, подписывайтесь еще и на мой Instagram аккаунт, тоже лайкайте, комментируйте, везде все читаю и всем отвечаю. Это одна из моих любимейших локаций в Киеве, и мне кажется, что летние луки будет круто показать именно здесь. Я уже говорила, что сегодняшний мой влог про мои луки из моего собственного гардероба, и я его решила посвятить низам, то есть юбкам, брюкам, джинсам и шортам. Я выбрала достаточно небазовые вещи, чтобы было интересно, скажем так, описывать свои луки и свои сочетания. Поскольку мне сейчас придется перемерить огромное количество образов, я сегодня одета достаточно просто. На мне топ H&M, купила его несколько лет назад, очень люблю, потому что он плотный. Далее брюки, джинсы, силуэты, что-то между мамфит и бойфренд Сандра, и минималистичные босоножки Сен-Лоран. Сейчас вы все увидите в готовых образах, но с героями сегодняшнего влога, то есть с низами, я вас сейчас познакомлю отдельно. Итак, первое, белые шорты, о которых я уже рассказывала во влоге о своих покупках в Италии. И у многих, в принципе, проблема всегда купить белые шорты. Вот я очень довольна, что нашла именно эти, потому что здесь есть такие, как эффект корсетного пояса с завязочками. Далее, вот такая вот миди-юбка, юбка миди-длины. Да, у меня есть в гардеробе юбки миди-длины, не только мини. Хаки цвета. Я не могу сказать, что у меня всегда были сложности с комбинированием ее. Она достаточно проста в комбинировании и в сочетаниях разных. Но сегодня я ее покажу в таком летнем образе, который мне нравится именно этим летом. Первый образ с белыми шортами более спортивный. Я их скомбинировала с укороченной джинсовкой, укороченным топом и с никерсами на массивной подошве. Второй образ с этими же шортами более формального смысла. И так как в них уже подчеркнута талия, я могу себе позволить надеть эти шорты с объемной оверсайз рубашкой. А вот и та самая юбка миди-длины хаки цвета. В данном варианте я ее дополнила темняшкой, которую я подвязала под грудью. Либо можно, вот как здесь, заправить темняшку внутрь. Так будет более женственно. Для того, чтобы подчеркнуть талию, я дополнила этот образ сумочкой поясной, контрастного белого цвета. Вот такая миди-юбка для меня достаточно сложна в комбинировании, потому что она миди-длины, она из кружева, то есть это достаточно объемная такая вещь, которая придает дополнительный объем, укорачивает рост. Особенно это важно для девушек невысокого роста, как я, у меня метр шестьдесят пять. Вот, потом здесь есть вот такая вот оборка, в общем, с этой юбкой нужно работать. Я ее покажу в сочетании с джинсовым поясом баской, о котором меня уже спросили, наверное, все на свете. И в таком несколько бохо стиле. Если бы здесь не было этого джинсового пояса баски, который подчеркивает талию и в целом делает силуе более стройным, мне бы пришлось надевать какую-то сверху объемную рубашку и поверх рубашки дополнять пояс, чтобы подчеркнуть талию. А еще бы мне пришлось добавлять обувь на высоком каблуке. Юбка-карандаш. Может быть, не только формального смысла, не только базовых цветов. У меня, например, на лето, мой фаворит на лето, юбка-карандаш вот такого яркого красного-алого цвета. Мне нравится, что она на молнии, то есть я могу варьировать глубину разреза. Ношу я ее как в casual луках, так и в более формальных. Вот сегодня покажу и тот, и другой вариант. В этом образе можно смело отправляться и на деловую встречу, и на обед с подружками, и на коктейль после работы. У меня здесь рубашка, заправленная в юбку, и дополненная обувью на каблуке. А этот casual образ более комфортный и стильный, не на каждый день, без привязки к каким-либо встречам. Юбку-карандаш я дополнила кроп-топом и сникерсами. Базовая черная юбка, шелковая, такая как в бельевом стиле. Я ее покажу тоже в нескольких образах. Но на самом деле этот предмет гардероба, ну не знаю вообще, сложности никакой не должно возникнуть с комбинированием этой юбки. И с объемными свитерами, и с блузами, и с рубашками, и с футболками совсем она будет хороша. Девочки, не бойтесь декора, не бойтесь перьев. На самом деле это один из основных трендов будущего осенне-зимнего сезона перья. У меня эта юбка, наверное, ей уже три года. Это юбка Zara, она в моем гардеробе ветеран, скажем так. Я ее комбинирую и с кроссовками, и с жакетами, и с лодочками на высокой шпильке, и с босоножками, с сапогами. В общем, с чем я ее только не комбинировала. На самом деле сложность с ней в следующем, она достаточно добавляет, придает объем в бедрах. Поэтому я стараюсь так скомбинировать с такой одеждой, чтобы бедра все-таки скрадывались, и добавить высоту за счет высоты каблука, чтобы опять-таки сбалансировать эту юбку. Вот она моя базовая шелковая юбка. Я ее надела вместе с платьем-тельняшкой. Только здесь, в этом образе, непонятно, что это платье. Почему? Потому что я его немножечко приподняла и зафиксировала талию сумкой поясной. Чуть не забыла. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, и подписывайтесь на мой инстаграм-аккаунт. Все читаю, всем отвечу. А вот и второй вариант моей базовой шелковой юбки. Она здесь в более нарядном образе. Я ее скомбинировала с джемпером, расширенным пайетками, и с лодочками на высокой шпильке, с вот такими вот завязками. На мой взгляд, мой первый образ с юбкой в перья очень кокетливый. Я ее скомбинировала с оверсайд-джинсовкой и с вот такой сумкой с рюшами. А второй лук с юбкой с этой же, более формальной. Лоферы без каблука, рубашка, жакет и та же самая сумка с рюшами. Я вам не представила свои новые шорты, которые появились у меня в гардеробе буквально за пару часов до записи влога. Дело в том, что я просто обрезала свои джинсы. Джинсы я уже не носила, тем более скинни уже не так уже модно. А вот шорты такие будут пользоваться популярностью на весь сезон грядущий. Яркий принт на брюках. Многие опять-таки опасаются ярких узоров. На самом деле не бойтесь, комбинировать вот такие брюки, я вам покажу поближе этот узор, здесь такие яркие ноты, очень легко. Всего лишь добавляете в сочетание к таким брюкам, например, либо к юбкам с ярким узором, вещь, которая соответствует одному из цветов в этом принте. Допустим, я сегодня вам продемонстрирую несколько образов с этими брюками. Один из образов будет с ярко-зеленой паркой, вот здесь есть зеленый цвет, а второй из образов будет с нежно-розовым жакетом. Вот нежно-розовый цвет здесь тоже есть, сейчас все покажу. В моем гардеробе не особенно много ярких вещей, но это абсолютно не означает, что я их не люблю. Просто редко попадаются те, которые действительно мне нравятся. Итак, брюки, которые я купила пару лет назад, миу-миу, в принт яркий, принт ноты, я скомбинировала с паркой травяного-зеленого цвета Адус Торис. А вот и второй образ с этими же брюками, на мой взгляд, он более сексуальный, потому что здесь открыта часть тела, живот. Я эти брюки дополнила топом из спортивного своего гардероба, укороченным топом, и приталенным классическим жакетом. То есть и эклектика, потому что сочетание сочетаемых стилей, и сексуальность, и женственность, все есть. Ну что, я завершила сегодняшний влог, съемку сегодняшнего влога, уставшая, но счастливая. Спасибо вам огромное за просмотр, я ожидаю ваших подписок, комментариев, лайков. Также подписывайтесь на мой инстаграм-аккаунт, везде отвечу на все комментарии. Мне очень важна обратная связь ваша. Отмечайте обязательно колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих следующих видео, о публикации моих следующих влогов. Следующий влог будет о луках осенних, которые я составила из покупок, которые я совершила в Италии. Также я уже говорила, но я прикрепляю ссылочку на этот влог с моими покупками итальянскими ниже под этим видео. Расскажу о том, как я имплементировала их все в свой существующий гардероб. То есть, по сути, продолжу рассказ о своем индивидуальном стиле. В общем, до встречи и спасибо большое еще раз за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok